всем привет с вами артем и сегодня мы продолжаем играть в параллельную а то хэви рейна игру от квантик dream от дэвида кейджа beyond to souls за гранью две души также планирую как случае с хэви рейном сегодня попробую выпустить именно три серии на большее меня просто не хватает ну короче как попрет что называется а может и больше будет я не знаю а может и меньше будет в общем мы продолжаем играть пока что у меня beyond to souls не слишком сильно впечатляет скажу честно вот пока что по послевкусию а мы остановились на моем воображаемом друге пока что по ощущению послевкусия от игры вот хэви рейн конфетка а это пока четко как-то знаете такая невкусная какая-то каша которую обязательно тебе надо было есть пока что четко к тем ну короче пока вот сугубо мое личное мнение не сильно впечатляет мы вот это видели в предыдущем эпизоде но чекпоинт был пораньше ну пускай будет так единственное что здесь действительно круто это то что в beyond to souls более классно проработана графика анимация лиц так далее в отличие от хэви рейна в хэви рейне видно что все-таки немножко все устаревшие ну что ж нам надо чем-то заняться давайте чем-нибудь займемся как вы можете видеть у нас рождество на дворе кстати интересно где ее отец почему мы не видели ее отца тут и мне показалось или там что-то было это чё а это просто шарик там светился так ну садится на диван и что-либо включать я не буду мы просто пойдем к себе к себе в комнату я снова посмотрю в зеркало если это был айден мне очень интересно почему он как он выглядит он напомнил демона немного какой-то демон прям судя по тому что я увидел давайте поиграем поиграем в куколки после хэви рейна тяжело перестраиваться под другое управление хотя казалось бы здесь все то же самое должно быть приехали пойдем проходи какой же у тебя там красивый я это еще в прошлый раз говорил нам меня напрягает что здесь такая драматическая музыка как будто что-то должно произойти айден явно не умеет играть в куклы да ну и глупая девочка зря зря не хочешь играть со мной я добрый хочешь у твоего медведя вырастут зубы и он тебя сожрет что-то вдруг вспомнилась вспомнились пять ночей у фрейди давайте порисуем чё она рисует почему не все время какие-то спирали или это шарик какой-то должен быть чертова знает но надо сказать что рисуем мы так себе у девочки явно отсутствует талант художника ну короче это был просто вариант тупо полюжать окей чем-нибудь заняться чем мы еще здесь можем заняться я вроде бы уже все сделал чё хотел чё мог чё знал ну давайте теперь пойдем а слушайте здесь еще комната у нас здесь есть еще некоторые комнаты в которые стоит заглянуть вдруг чё интересного найдем я хотел книгу посмотреть а это библия это библия ли почему она ее не хочет упорно ну вот наконец-то получилось салмы то есть у нее мать верующая так понимаю так мне вот немножко не нравится что мы садимся перед зеркалами отчет боюсь уже теперь перед зеркалами я говорю мне мне пугает сидеть перед зеркалами айден явно неравнодушен к ним давайте пойдем отсюда там еще от какая-то комната была можно осуществить а чё на телефоне интересно может быть какое-то сообщение на автоответчики кто-нибудь оставил понятно я также в детстве с телефоном играл когда мне года четыре было черт побери это сайлент хилл так у нас еще комната есть а то есть папа есть папа занят ну и пошел ты в гараж нужно сходить за маслом да не вопрос сейчас сходим эту к не знаю где гараж ну наверное явно не с улицы надо в него попасть здесь как и в любом американском доме должен быть проход наверное где-то ну где-то где-то вон там наверно да я думаю что да да по моему вот же обычно у них вот такие двери в гараж ведут да все правильно включи свет вот теперь здесь не так страшно хотя чет ну да конечно здесь не так страшно чет я уже паникую ребят о господи у господи твою мать господи чё за чё происходит слушайте мне чё-то не нравится чё игра игра в хоррор превратилась я боюсь фак 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 я боюсь игра превратилась в хоррор игра в хоррор превратилась почему так тихо иди отсюда сваливай блин ух черт твою мать чё ты мне стало сейчас не по себе реально какой-то неприятный сейчас был эпизодик масло мы взяли не надо нас больше посылать в гараж это весьма неприятное дело пошли папу донимать во дворе а может одеться надо да мне кажется надо одеться кто меня на улицу выпустит в снег без одежки за верхней давайте оденемся все логично пока что все абсолютно логично до определенно с технологической точки зрения игра выглядит более красиво чем heavy rain хотя надо сказать что heavy rain все-таки меня цепляет сильнее чем beyond the souls но может все изменится еще так чё бы такое сделать нас тут олень наверное рудольф хотя у рудольфа красный нос так чё мы можем здесь делать а здесь есть качельки давайте может покатаемся на качельках да дайте покатаемся на качельках ну ты это да блин управление вот все я забыл как управляет как здесь управляется все а вот не понял но шмироцет страны подлететь до да встала да кто там про ты за это ты мне за это ответишь кто там чё говорит ну-ка ну-ка давайте глянем что там за дети играют может нам с детьми стоит поиграться немного надо было зажать она слышит айдена то есть она даже понимает что он ей говорит о наконец-то появились вот эти вот движения геймпадом которые я так долго ждал айден ты сломал забор как-то это ой так вылезаем пролезли нормально нормалды ха-ха-ха а когда-куда кто следующий ты будешь на тебе да я просто снайпер в игре в снежки по-моему по-моему я попал этот пацан вар оранжевый пацан меня напрягает давайте его дайте в него попадем пэнь ну и чё ты делаешь придурок кажется кто-то хочет получить люлей я не буду его убивать я просто его немножко припугну что происходит нехорошая да давай еще отругая 4 господи ты идиот что ли папа какой-то мудак до ребенка дела нет орёт потом на ребенка избивает нет отец не явно постарайся уснуть а проснешься в хорошем настроении засыпай засыпай у меня на руках засыпай они меня схватят за это чудищ не бывает я могу тебе оставить вот лучше оставь оставляй свет и сваливай так свет кто оставлять будет она в этом смысле что она умеет сьюзан это не ребенок это чудовище ты идиот понял кажется кто-то сейчас у меня получит это твои сперматозоиды во всем виноваты ой да что за бред сьюзан она все равно что дикое животное мы не знаем на что она способна у нас в доме живет настоящий демон сьюзан с меня хватит все довольна иначе нас с тобой ждет дурдом мы согласились взять к себе девочку а не это а так ее усыновили понятно почему ты такой дундук что еще скажешь выбор был на какой бок перевернуться хотя наверное все таки стоит включить свет как думаете а типа нажать на x это бы ёккарный манометр опять начинается какая-то фигня так мне не нравится то что происходит включай свет скорее у меня есть подозрение что это не айден ничего не бойся слышишь айден мы просто заснем и ничего страшного ну вот и все мать что опять да чё творится то япона мать твою мать что происходит вот эта музыка заиграла что это за чудище что это за чудище что это за монстры это получается мой воображаемый друг помимо вас другие игроки также выбрали эти пути вы не стали есть печенье ой я его даже не заметил вы не успели вы успели выбраться из гаража а чё можно было не успеть вы хорошо себя вели вы не нашли обувную коробку да ладно поехали дальше конденсор не знаю что это такое между вечеринкой и цру возможно это расскажет нам о том почему она попала в цру что случилось одевайся по дороге объясню о как спасатели тоже никто не вернулся тебя не он сказал название игры ну хорошо поглядим поглядим что мы можем сделать я думаю завтра уже кашлять перестану если не готова скажи я думаю мы справимся я готова я готова пошли пошли ты чего нельзя ей туда идти ты в своем уме выбора нет только она может нам сейчас помочь оттуда нет оттуда ничего не сообщили обращаться оттуда ничего не сообщали простите пропустите о извините да да там мы специальные агенты блин пипец что здесь произошло то Что ж там произошло-то? Я живу бок о бок с существом, о котором ничего не знают. Я справлюсь. Не бойся, я сегодня не собираюсь умирать. Ну что ж, я надеюсь, что это правда. Постараемся. Сделаем все, что от нас зависит. Открыли портал в другое измерение. С ума сойти. Игра снова начинает потихоньку превращаться в хоррор. Собственно, почему бы и нет. Офигеть, повсюду кровь. Что они с ними делали? Разрывали их изнутри, что ли? Знаете, напоминает начало Half-Life. Эх, Half-Life. Класс. Я не застрял. Глянь, что там, Айдово. Ну вот. Мы открыли... Мы запустили лифт. Ну у нее, в отличие от нашего друга из Хеви Рейна, хотя бы ребра на месте. Так, замечательно. Здесь трупешник. Так, ладно, пофигу, это всего лишь труп, трупы не шевелятся, трупы не могут жить. Так что все в порядке. Ничего страшного. Направьте эманацию к голове Джоди, чтобы просмотреть воспоминания. А-а-а. Кажется, получилось. Ой, да не гоните, его убили чемоданом. Так легко и просто. Да нет, ну не гони. Ну давайте. Лаборатория, нижний уровень. Минус четвертый этаж. Дяденька. Вы живы? Не ходи, там. Ждет только. Ну, после предыдущей главы мне так уже сильно пугает. Так, давайте от этого парня оттащим отсюда. Там, значит, только смерть. Ну, нам именно туда и надо. Ну и, собственно, давайте, друзья, на этом закончим серию. Если вам понравилось, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, зовите друзей, вступайте в группу ВКонтакте и подписывайтесь на Твич-канал. На этом все. С вами был Артем. Всем всего хорошего. Пока.